В Украине набирает обороты движение стритворкаут. Оно пришло из-за рубежа, в переводе с английского означает «уличные тренировки». Это сочетание атлетической гимнастики, калистеникс, паркур, хип-хоп-культуры и спорта. Изюминка этого движения в том, что для занятий спортом его участникам достаточно просто выйти на любую площадку города. Украинский дебют стритворкаут состоялся в прошлом году в Днепропетровске и тогда собрал около 3000 участников необычного движения. А все началось с легкой руки Дениса Минина, который решил разместить видео своих тренировок в интернете. В считанные месяцы ролик стал одним из лидеров просмотров на YouTube. Его оценили 3 миллиона зрителей. Просто таким образом Денис показал альтернативу употреблению алкоголя и наркотиков. Своим примером он заразил сотни людей во всей Украине, отыскал контакты родоначальников движения из США и организовал первый всеукраинский турнир воркаут. 2 июня в Днепропетровске прошел первый международный фестиваль здорового образа жизни воркаут 2012, главным спонсором которого выступила компания Форекс Тренд. Светствую участник соревнований, организатор соревнований, зрителей. Последние годы стрейс воркаут набирает массовость, набирает популярность. И действительно, как уже говорили, вполне вероятно станет олимпийским видом спорта. Это прекрасно. То, что спорт, он очень много дает для развития человека и для развития его волевых качеств. Соский дух, твердость, характер, умение стегать цели. Это все вырабатывается на пробках. А потом помогает достичь успеха в жизни. И мы, компания Форекс Тренд, будем и в дальнейшем поддерживать стрейт воркаут Дениса, его организацию. Мы гордимся тем, что мы причастны к этому приятию. И желаем участникам соревнований раскрыть все свои возможности. Гости фестиваля смогли увидеть выступления спортсменов по различным дисциплинам уличного спорта, среди которых воркаут, калистеникс, паркур, фриран. Более 6 тысяч человек, посетивших мероприятие, оказались в числе счастливчиков, которых ожидал мастер-класс от звезд мирового масштаба в стиле воркаут и показательные выступления спортсменов. Благодаря компании Форекс Тренд Днепропетровск можно смело называть родоначальником уличной гимнастики в Украине. Это одна из компаний, которая при выше денег ставит здоровье нации. Я считаю, что эта компания – это не спонсор, это даже не партнер, это одно целое. Потому что на самом деле они просто помогают, но уже те деньги, которые есть в компании, они направляют на социальные проекты. Социальные проекты – это поддержка детей и болитов, можно болитых. Это туры по городам, это тот же международный фестиваль, который сегодня проходил. И поэтому хочу сказать, что именно за такими компаниями в Украине, потому что они в первую очередь думают не о деньгах, а о людях, о детях, о стране, в которой они живут. На фестивале присутствовали представители Книги рекордов Гиннесса. Поскольку спортсмены уличной гимнастики поставили своей целью установить новые рекорды в силовых номинациях по воркауту, в частности, подтягиваний на одной руке и максимальной задержке в положении флажок. В номинации по наибольшему количеству отжиманий на брусьях с весом на поясе 48 килограммов победил Олег Ефросимин. Впервые в мире мы приняли решение, что мы не будем выделять первое, второе и третье место, потому что все участники, которые здесь стоят, они показали себя очень мощно, красиво и сильно. И на самом деле все они победители. И хочу сказать, что призовой фонд сегодня был в сумме 25 тысяч гривен для победителей. Это приз от компании «Форекс Тренд». Это наши партнеры, которые поддерживают наше направление воркаут. Помните, мы говорили о двух детках и вообще о детях, которых на самом деле сейчас очень много онкобольных, инвалидов. И, конечно же, когда ребята услышали об этих детях, они к нам подошли и предложили в призовой фонд отдать этим детям. В этот день организаторы конкурса официально провозгласили первую субботу июня днем воркаута.